Субтитры делал DimaTorzok Но задумайтесь, кто будет человек без времени, без здоровья, без мозгов, без физических сил, без денег? Ну, труп. То есть, по сути, мы вкладываем сюда всю свою жизнь, а это же песочные часы, если с одной стороны что-то засыпалось, с другой стороны, должен получиться результат. А результат здесь какой? Смотрите. Хорошая, достойная жизнь. Не, не смешно. Я не шучу. Результат. Хорошая, достойная жизнь. Клянусь вам. Только один вопрос. Чья? У кого в результате хорошая, достойная жизнь? У работодателя кто-то говорит. Нет, давайте называть вещи своими именами. У хозяина. Какой же он работодатель? Это он решает, когда ты побежишь по травке побегать, то есть у тебя отпуск будет. Когда у тебя обед? Когда тебе приходить на работу? Когда тебе не приходить? Платить тебе или не платить? На каком стуле ты будешь сидеть? Он хозяин. До революции называли хозяин. А вместо зарплаты как называли? Жалование. Кто сказал? Точно. Жалование. Жалко стало. И из жалости. Гуль-гуль-гуль-гуль-гуль. Жалование отжаловали. И вот смотрите. Мы сюда вкладываем всю свою жизнь. А ради чего? А ради кого? Ради чего, собственно, мы отдаем всю свою жизнь? Придавая не только себя, но и своих детей, и своих родителей. И продолжая длинную цепь поколения нищебродов, воспитывая своих детей такими же, постоянно жалуясь, обвиняя других, скидывая ответственность на хозяина. Ну где логика? Где разум? Страх. Оставить кормушку хозяина порабощает тебя. Он не дает тебе действовать, изменить свою жизнь дальше. Ну что страшного будет, если ты оставишь хозяина? Если у вас здесь вот рядом нарисовать другие, вот здесь другие часы нарисовать, и эти часы у нас будут называться, ребятки, бизнес, то здесь халявы нет. Что мы вкладываем в бизнес? Да все то же самое. То же самое. Знаете, причем, сколько раз я не задавал вопрос, я эту школу провожу, говорю 15 лет, что мы вкладываем в бизнес? Все такие, деньги! Вас научили так думать. Деньги это последнее, что надо вкладывать в бизнес. Это далеко не сложно. Это реально не сложно. Посмотрите вокруг, и вы увидите хреновую тучу идиотов, которые купили айфоны в кредит. Новый айфон каждый раз, выплачивая кредит еще за тот пятый. Это все создано специально, чтобы не думали и так далее. Понимаете? Все думают, деньги, деньги. Нет, в первую очередь сюда надо вложить что? Мозги. Мозги. Хотя бы для того, чтобы понять, в какой шопе ты находишься и вылезти оттуда. Интеллект нужен для того, чтобы осознать, где ты. А усилия нужны для того, чтобы шаги-то делать, чтобы вылазить. А это страшно. И вот ты пищишь, но лезешь, писаешься, но делаешь. И все равно все получится. Доказанная опять же статистика, и все равно получается у всех. Я не видел ни одного неуспешного. Я видел хреновую тучу нетерпеливых. И вот ты вкладываешь сюда все то же самое, только в результате получаешь хорошую, достойную жизнь. Только на этот раз у себя и своих близких. Жизнь-то одна. Мне кажется, имеет смысл рискнуть. Тем более, кстати, если говорить про риск. Вот здесь риск. Настоящий риск. Знаешь почему? Не от тебя зависит, да. Но знаете, это даже не риск. Это приговор. Мы сейчас считалочку вам показывали. И вот этой считалочкой и объявили этот приговор. То есть здесь у тебя шансов нет в принципе. Здесь шанс есть. Сюда заложен миф. Проработай много лет. Знаете, еще какой бред есть у некоторых в голове? Проработай много лет. Потом ты все поймешь. И ты станешь предпринимателем. Предпринимателем. А откроешь свой малый бизнес. Потом много лет в малом бизнесе. Если повезет, ты откроешь большой бизнес. Херь. Бред. Проработай много лет, и ты станешь классным исполнителем для хозяина. Но ты не станешь хозяином. У тебя мозг по-другому будет сформирован. Стань мелким предпринимателем. Это что? Это не бизнес. Это ты опять будешь и чтеться, и жнец, и над людей игрец. В каждой жопе, короче, затычка. Все сам. Бизнес – это другое. Крупный системный бизнес. Но он требует очень много денег. И когда мне кто-то говорит, что сетевой маркетинг – это плохо, я над этим человеком издеваюсь. Я издеваюсь со всей силы. Я говорю, сетевой маркетинг – это не просто хорошо. Как сказал великий ОГ Мандина, сетевой маркетинг – это величайшая возможность в истории человечества. По сути, сегодня это единственный, единственный, я готов доказать, самый легкий путь, в который надо. Не надо вкладывать кучу денег, в котором нету бешеной конкуренции, в которой тебя постоянно учат, в котором тебя постоянно мотивируют, в котором тебе постоянно помогают. Единственный путь, чтобы выбиться пиплу обыкновенному в пиплу необыкновенного. Да? И изменить ход всей своей семьи, ход всего своего рода. Изменить статус. Это единственный путь. Если мне кто-то говорит, что сетевой маркетинг – это плохо, смеется надо мной, я понимаю, что, бедненький, как же тебя зазомбировали-то, а? Как же тебе в голове-то плохо? Родненький ты мой. Лечиться надо. Стараюсь ему помочь, включить мозг. Если понравилось это видео, ставим лайки, делимся в соцсетях, подписываемся и не забываем поставить колокольчик, для того, чтобы не пропустить новых видеороликов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!